который еще в жизни совсем неопытный. Ну, почти как Роберт Паттинсон. Нет точки, нет смысла. Вот это английский! Всем привет! Меня зовут Снежана, сегодня у нас среда, а это значит, что мы будем разбирать с вами видео с субтитрами. И для сегодняшнего выпуска я выбрала интервью Роберта Паттинсона, в котором он расскажет, как он получил роль Седрика, как он готовился к прослушиванию и вообще немножко поговорит о своей прическе. Давайте начинать! Субтитры сделал DimaTorzok Как это вообще происходит и насколько это быстро и легко. Следующим образом выглядит интерфейс Кэмбли. Вы нажимаете на поиск, смотрите вот все преподаватели, которые перед нами, они онлайн. Имя, страну, бэкграунд, все можете почитать и выбрать преподавателя, который вам подходит. Я вот для себя нашел, давайте посмотрим, как я с ним поболтал. И вы точно так же можете позаниматься прямо сейчас 10 минут бесплатно по вот этому промокоду на любую интересующую вас тему. Вы можете попрактиковать конкретно, я не знаю, допустим, к школе что-нибудь. Вам надо там тему какую-то завтра ответить, вы можете на эту тему пообщаться с иностранцем. Можете вообще написать там в чат конкретные слова и выражения, которые вам нужно проработать и именно вот их использовать в речи. В общем, занимайтесь как вам угодно, не стесняйтесь сами задавать ритм урока. Или расслабьтесь и позвольте тьютору вести самому занятие. А еще скидка 60% до конца ноября на оплату годового пакета, ограниченное время длится. А промокод, кстати, не ограниченное, поэтому когда бы вы не смотрели это видео, свои бесплатные 10 минут вы можете получить прямо сейчас. Все ссылки, промокоды и прочее находятся в описании, обязательно переходите и пользуйтесь Кэмбли, получайте удовольствие от общения с носителями языка. А еще, кстати, все, кто активировал промокод и прошел пробное занятие, будут участвовать в конкурсе на месяц бесплатной подписки на Кэмбли, а результаты уже будут доступны через неделю у меня в группе ВКонтакте, не пропустите. Давайте сначала ее вопрос переведем, чтобы знать, о чем будет дальше речь. First of all, первее всего, с самого начала, то есть первым делом хотелось бы тебе сказать You did a fantastic job, you did. Ты сделал fantastic job. Отличную работу, то есть хорошо поработал in this movie, в этом кино, в этом фильме. So, congratulations, поэтому поздравляю тебя. Ну, просто с ним здоровается, хвалит, чтобы зарядить интервью. Хитрая. When you found out, когда ты found out, выяснил, понял, that you got the role, что ты получил роль of Cedric. Вот, кстати, здесь родительный поддерж, у нас в русском просто роль кого? Седрика. А в английском мы через офф передаем. Role of Cedric. That you got the role, что ты получил роль of Cedric. Седрика. First reaction. Freaking a little bit. First reaction. Первая реакция, то есть как ты вообще сразу отреагировал. First reaction. Freaking a little bit. Freaking. Происходит от глагола как раз freak. Да, есть, конечно, разные значения, но у нас тут как приводить такое возбуждение, то есть какую реакцию у тебя это вызвало, то есть ты сначала такой был радостный, возбудился там, или что-то в этом роде, как испугался, запаниковал, вот еще freaking тоже может быть. Freaking запаниковал a little bit немножко. Какая была первая реакция? Давайте теперь сначала переслушаем ее вопрос и будем уже дальше смотреть. Okay. First of all, you did a fantastic job in this movie, so congratulations. When you found out that you got the role of Cedric, first reaction. Freaking a little bit. Давай теперь посмотрим дальше вперед. No, no, everyone thinks I should have done. Well, maybe I should have done. But I read the book before the audition, and there wasn't any part of the character which I didn't think I could play. And the thing is, so it's probably, I don't know if that's arrogant or not, but it's kind of, but I just felt like quite at ease with it. Давайте пока что до этого места. But then, no, everyone thinks I should have done. And then, потом, I know, я знаю, что everyone thinks, каждый думает, все так думают, I should have done. Он возвращается к той мысли, что я должен был бы freak out, там, паниковать. Everyone, каждый thinks, думает, I should have done. Что я должен был бы так сделать. Should следует, модальный глагол, и здесь у нас перфектный инфинитив, который показывает нам прошлое. Should have done, то есть я тогда должен был запаниковать. Should have done, что мне нужно было это сделать, наверное. Well, maybe, ну, возможно. Maybe I should have done. Maybe I should have done. Он снова это повторяет. Может, я и должен был. I said, я сказал, I read the book before. I said, я сказал, что я читал, I read the book before, что я книгу раньше прочитал. I said, я сказал, I read the book, я прочитал книгу before the audition. Я прочитал книгу before, перед audition. Перед прослушиванием, перед вот этим, когда они приходят и пытаются стать актером. Ладно, они не актерами пытаются стать, они приходят на роль пробоваться. То есть перед пробами, перед прослушиванием. And I kind of, there wasn't any part of the character. And I kind of, я типа того, он себя сам перебивает. There wasn't any part. Там не было никакой part части of the character, героя, то есть именно персонажа в книге этой. Part of the character. Ну, часть имеется в виду, не как часть рука-нога, типа. Имеется в виду, что не было никакой там характеристики этого героя, которую я не знал бы, как передать. Part of the character. То есть часть его характера или что такое. Which I, которую я, didn't think, не думал, I could play, что я мог сыграть. Didn't think, вот мы по-русски скажем, я думал, что я не смогу сыграть, либо можем поменять. А вот в английском, кстати, отрицание лучше дать вот здесь в самом начале. Что я не думал, я смогу сыграть. То есть вот одного отрицания хватит. Didn't think, не думал, I could play, что я не смогу сыграть. Вот я по-русски говорю два отрицания. And the thing is... И дело в том, что... И он снова не закончит эту фразу. That's probably... Это, возможно, I don't know, я не знаю. That's arrogant or not. Вот, кстати, со словом arrogant, давайте поработаем. Arrogant. Вот так это слово выглядит и переводится как высокомерный, либо надменный. И в карточке мы его тоже запишем. Будет вот такая картиночка напоминать вам высокомерие. И что нам говорит Паттинсон? I don't know, я не знаю. That's arrogant or not. Это высокомерно так говорить или нет. Сейчас узнаем, что же говорить. But it was kind of... But I just felt like quite... But it was kind of... Но это было типа... И он себя перебивает, зачем договаривать. I just felt like... Я чувствовал как? Что же чувствовал? I just felt like quite at ease. Я чувствовал налегке with it. С этим. Это если дословно. То есть мне было легко, я чувствовала себя комфортно. Вот мы и запишем тоже в карточке. To feel at ease with somebody or with something, может быть, либо с кем-то, либо с чем-то. То есть чувствовать себя комфортно с каким-то человеком, либо вообще с какой-то ситуацией. Вот такая картинка будет, где явно ты себя комфортно чувствуешь. В поле, на кресле отдыхаешь. И он говорит, что... Ну, как бы он не нервничал, не переживал. Все было нормально. И он чувствовал себя quite at ease with it. С этим. Давайте теперь пересмотрим. No, everyone thinks I should have done. Well, maybe I should have done. But I sort of... I read the book before the audition. And I kind of... There wasn't any part of the character, which I didn't think I could play. And the thing is... I don't know if that's arrogant or not. But it's kind of... But I just felt, like, quite at ease with it. And I went into the audition. I went to my second audition. Really confident. Like, having... I read it in a day. And I just thought, yeah, I could do that. And so I went. And I think that confidence helped a lot with getting the part. And so, yeah, I kind of... Yeah, I just really wanted to do it really well. Because I'm still young and everything. And relatively inexperienced act. Давайте пока что до этого места. And I went into the audition. And I went to my second... I went into... И я пошёл... Куда пошёл? The audition. На прослушивание. I went to my second. Я пошёл на моё второе. По-моему, там тоже audition. The audition. Really confident. Really confident. То есть он шёл вполне уверенным. Really confident. Кстати, слово confident давайте тоже запишем. Это уверенный в себе переводится. И вот такая картинка будет, как смотришь в зеркало, котёнок видит льва. Такой он в себе confident очень. Так что он пошёл на это audition. Really confident. Like having... Like I read it in a day. Really confident. Like having... Я думаю, он хотел сказать вот очень сложной такой формой, оборотом. Having read it in a day. Но тогда получится слишком сложно. Он такой, да нет, скажу попроще. Like I read it. Я просто по-симплу скажу, да? I read it. Я прочитал это in a day. За день. Кстати, интересно, как он прочитал это in a day. Ну, ладно, молодец. Like I read it in a day. And I just thought, yeah, I could do that. And I just thought... И я просто подумал, yeah, I could do that. Я мог бы сделать это. Здесь, кстати, мог... В русском здесь не очень прошлое время ложиться. Но в английском здесь происходит согласование времён. Из-за этого, что здесь был уже past, здесь снова нужно поставить past. Thought? Yeah, I could do... Я мог бы это сделать. Do that. It said I went and I think that confidence helped a lot. So I went and I think... Я пошёл и я думаю... That confidence... Что это уверенность... Вот, кстати, я думаю, уже напоминает вам слово confident. Но теперь у нас есть существительное. Это было прилагательное. Уверенный в себе какой? А теперь у нас есть ещё уверенность, confidence. Они похожи, легко будет запомнить. And I think... И я думаю... That confidence... Это уверенность... Helped a lot. Помогла мне a lot. Очень. I think that confidence helped a lot with getting the part. С чем же ему эта confidence помогла? With getting the part... С получением роли, если дословно. После предлога, помним, здесь надо инга выставить. Getting the part... С получением роли. Part, кстати, можно тоже как роль переводить. Ну, дословно, часть. Но во всей этой тематике фильмов это будет роль. And so, yeah, I kind of... Yeah, I just really wanted to do it really well. Because I'm... Yeah, I just kind of... With a kind of... Это его слово-паразит, я бы сказала постоянно. Ну, типа... Ну, я так тушат сговорю. I just really wanted... I just really wanted... Я просто действительно... Wanted... Хотел... To do it... Сделать это. Я правда хотела это сделать. Yeah, I just really wanted to do it really well. Because I'm still... А, здесь, кстати, не прописали. I just really wanted to do it really well. Действительно хорошо это хотел сделать. Young... And everything... А, вот написали. Because I'm still... Потому что я всё ещё... I'm still... Young... Я молодой... And everything... И всё тому подобное. Кстати, вот эта популярная фраза, когда не хочешь перечислять всё остальное, и типа у тебя там ещё много мыслей, и ты такой... And everything... И всё остальное. Ну, вы поняли. And everything... Relatively... Inexperienced actor. And relatively... И относительно... Inexperienced actor. Inexperienced. Я думаю, все знают слово experience. Мы даже в русском вот это время experience. У меня такой experience был. Experience — это опыт. Вот это in дает ему негативную коннотацию. То есть inexperienced — это уже будет неопытный. Actor. Актёр. Inexperienced... Давайте запишем. Я уже записала. Inexperienced — это неопытный. Вот вам будет картиночка младенца, который ещё в жизни совсем неопытный. Ну, почти как Роберт Паттинсон. И давайте теперь этот кусочек пересмотрим. Очень уверен. Like, having... Like, I read it in a day. And I just thought, yeah, I could do that. I'll do it. And so I went. And I think that confidence helped a lot with... With getting the part. And so, yeah, I kind of... Yeah, I just really wanted to do it really well. Because I'm still young and everything and relatively inexperienced actor. Давайте теперь вперёд посмотрим. And because there were so many famous actors in it, and so, like, I... Like... Yeah, I don't know. So I was just concentrating a lot and I put quite a lot of work into it at the beginning. And so I kind of... I ignored all my nerves just by just sitting, looking at the script and reading the book, like, ten times all the time. Which was probably pointless. Давайте пока что до этого места. And because there were so many famous actors in it. And because there were... И потому что... Там, кстати, он продолжает фразу, что я хотел бы хорошо выступить. Because, потому что... There were... Там было so many, так много famous actors. Так много знаменитых актёров in it. Ну, то есть на этом прослушивании, я так понимаю, ну, либо в фильме он уже имеет в виду. And so, like, I... Like... Yeah, I don't know. I was just... Набор сол. Like, yeah. Типа, да. I don't know, я не знаю. I was just... Я был просто... О, сейчас пойдёт речь уже нормально, можно вот это переводить. Yeah, I don't know. I was just concentrating a lot. I was just concentrating a lot. Я просто много концентрировался. And... Что же я ещё делал? Yeah, I don't know. I was just concentrating a lot. And I put quite a lot of... And I put... И я положил... Quite a lot of work. Достаточно-таки снова это quite. A lot of work. Много работы. Work into it at the beginning. Into it. В это... То есть здесь будет, когда словно... Я вложил, положил... Put into it. В это. Вложил его. At the beginning. В самом начале. То есть я в самом начале хорошо поработал, а теперь я уже чилил и не переживал. I put quite a lot of work. Я вложил достаточно много работы. Into it. В это. At the beginning. В самом начале. So I kind of... I ignored all my nerves. So I kind of... Поэтому я типа... I ignored. Я игнорировал. Вот, кстати, игнорил тоже по-русски говорим. I ignored all my nerves. Все мои нервы. Just by... Just sitting, looking at the script and reading the book. Как же я это делал? И вот это он, кстати, через предлог by передаёт. Прикольно очень. Я делал это с помощью чего? By just sitting. С помощью того, что я просто... Sitting. Сидел. Looking. Смотря. Смотря на что? At the script. То есть я просто сидел и смотрел на текст такой. Ага, он не только сидел и смотрел ещё. And reading the book. И читая the book. Книгу. Like ten times. Типа раз десять. All the time. Всё время. All the time. Which was probably pointless. Which was... Что было probably, возможно, pointless. И вот, кстати, слово pointless очень хорошее. Мы его запомним. Что было возможно, бессмысленно. Я думаю, все знают слово point, как какая-то точка. Вот, кстати, моя указка тоже называется pointer. Потому что она как указывает на что-то. Point это же ещё указывать. Куда-то не туда я зашла, потому что слово значит бессмысленный. Потому что у слова point есть ещё значение смысл. А вот это less добавляет ему отрицание. То есть чего-то нет. Pointless. Бессмысленный. Нет точки, нет смысла. Да, вот бессмысленный. Картинка будет со стулом, на который невозможно сесть. Поэтому он такой весь pointless. И давайте теперь пересмотрим. Просто суперсовет, как игнорировать свои нервы. Просто берешь и перечитываешь текст десять раз. Ну, короче, смотрим дальше. Так, давайте разберём, что она сказала. Это уже интервьювер. Интервьювер. Есть такое слово? Well, no. Ну, нет. I mean, я имею в виду... Ну, это просто заполнитель ничего не значит. Let's talk. Давай поговорим. About that. Об этом. Let's talk about that. Давай поговорим об этом. Because here you are. Потому что вот ты здесь. I mean, снова я имею в виду. Just from reading. Просто из чтения. То есть немножко почитав. A little bit. About you. Про тебя. Just from reading. Просто из чтения. A little bit. Немножечко. About you. Про тебя. You're a pretty. Ты достаточно какой. Pretty well-rounded guy. You like music. You're a pretty well-rounded. Ты достаточно таки well-rounded. Хорошо округленный. Потому что round — это круглый. Значит, well-rounded — это хорошо округленный. Но нет. Всё не так просто. Well-rounded — это значит, что ты такой разносторонний, такой весь образованный в разных областях. Ну, я не знаю, у меня ассоциация, знаете, как будто человек, вот есть он такой весь неотёсанный, значит, у него есть острые углы. А когда он уже well-rounded, то есть он уже кругленький со всех сторон, значит, тогда он образованный. Well-rounded — это разносторонний, то есть много чего знает, со всех сторон он развитый, такой весь молодец, как вот этот вот мужчина, который и тут, и здесь, и там, и везде всё успел, и он теперь well-rounded. Просто его лицо, когда ему говорят, что он well-rounded. Тебе нравится музыка, музыка, ты любишь спорт. Ну, ты знаешь, ты, очевидно, did well in school, хорошо занимался в школе. Они говорят просто «хорошо делал в школе», молодец, «хорошо делал в школе». Мы скажем, ты был в школе хорошим учеником, ты хорошо занимался. Obviously, кстати, хорошее слово, давайте тоже запишем. Obviously, значит, очевидно. Вот картинка будет как один плюс один, это два, и это очевидно. You obviously, ты, очевидно, did well, хорошо занимался in school, в школе. I'm sure. I'm sure, я уверена. То есть это она просто с потолка взяла и решила, что она I'm sure, я уверена. Now you're playing this guy who is pretty well like you, I think. Now you're playing, сейчас ты играешь. This guy, этого парня, who is pretty well like you. Кто достаточно таки... Wow, здесь я думаю, это просто как, ну... Кто достаточно, ну, like you, типа, как ты, очень даже похоже. I think, yeah. Я думаю, как бы... У неё столько фраз вот этих сомнений, типа... I'm sure, I mean, I think... Типа, где она вообще читала эту информацию? Это лицо просто, типа, да. Well in school. Давай теперь пересмотрим этот кусочек. Well, no, I mean, let's talk about that, because here you are, I mean, just reading a little bit about you, you're a pretty well-rounded guy, you like music, you like sports, you're, you know, obviously, well in school, I'm sure. Now you're playing this guy who is pretty well like you, I think. Такая интонация. Pretty well like you, I think. Это идеально. Давай теперь вперёд посмотрим. I think I've made most of it up. Like, I think, yeah, especially like for the audition. Like, I was like, so do you do a lot of sport? Like, yeah. Like, sort of. I do a lot of, uh, pool. Like, darts. Play cards. It works. Давай теперь разберём этот кусочек. I think I've made most of it up. I think, я думаю, I've made most of it up. Я думаю, что я просто это всё выдумал. Make up — это не только то, что на лице у девушек. Это ещё и что-то придумать как глагол. Make up — что-то придумывать. Давайте запишем. Или не запишем. А, запишем. To make up — это что-то выдумать, придумать. И он говорит, I've made most of it up. Я большинство из этого выдумал просто. Make up. Вот здесь оно рассоединяется, потому что фразовый глагол. Like, I think, I think, yeah. Especially, like... Тут он сильно запинается. I think, I think. Я думаю, yeah, да. Especially, особенно. Вот сейчас пойдёт уже текст. Especially о чём? So, do you do a lot of sport? Especially, like, особенно, like, типа, for the audition, для прослушивания. Like, I was like... Like, I was like... Типа, я был как? Я такой, типа... So... Я думаю, здесь он уже цитирует, что его спрашивали. Do you do a lot of sport? Ты занимаешься многим спортом? То есть, ты много занимаешься спортом? Yeah. Yeah. Sort of. Sort of. Это идеально. Sort of. Ну, типа. Да, делаю. Sort of. I do a lot of... Pool. I do a lot of. Я много занимаюсь... И он такой, чем же занимаюсь? Pool. Так, и давайте поработаем со своим pool. Вообще, pool в своём прямом значении это просто бассейн. Но есть ещё другой вариант. Сейчас, если я его тут найду. Вот, да. Если ввести именно уже pool sport, тогда тебе выдаёт не просто бассейн, хотя бассейн тоже выдаёт, в принципе. Но мне кажется, что с бассейном нельзя сказать do pool. Как делать бассейн, заниматься полным, как-то вообще не ложиться. А вот играть в бильярд, я думаю, что он это имел в виду, типа, что... Ну да, я спортом занимаюсь, типа... I do a lot of... Я много занимаюсь pool, бильярдом, like, darts. Дальше он говорит darts, я думаю, все, в принципе, знают, но запишем тоже. Это darts. Вот, просто дротики кидать. Darts. Pool. Like, darts. Darts. Он вообще не говорит эту арту, такой просто darts. Play cards. Play cards. Играю в карты. It works. It works. Это работает. Ну, то есть, то, что ты тут напридумывал. Ты спортом занимаешься. Sort of, типа, да. Ну, это сработало. Давай теперь пересмотрим этот кусочек. Yeah, I think I've made most of it up. Like, the thing, like... I think, I think, yeah, especially, like, for the audition. Like, I was like, so, do you do a lot of sport? Like, yeah! Like, sort of. I do a lot of, uh, pool. Like, darts. Play cards. It works. Вот так надо проходить эти прослушивания. Спортно. Да. Давайте вперед смотрим. But, uh, yeah, I don't know. Yeah, I sort of... Yeah, I don't know. Well, I hope I'm not that close to my character. I'd hate him. Like, I used to hate everybody like Cedric in my school. And that's why I hate, like, they made me style my hair, like, Cedric in this interview. No, I don't care. Такой смешной. Ладно, давайте смотреть. Yeah, I don't know. Yeah, I sort of... Сейчас он соберется, потому что просто... Yeah, I don't know. Да, я не знаю. Yeah, sort of. Ну, типа... Yeah, I don't know. Well, I hope I'm not that close to my character. Он собрался. Well, I hope... Ну, я надеюсь, I'm not that close, что я not that close. Не настолько близко. That close. Close. Близко. Все знают слово close. To my character. К моему герою. То есть, тот, кого я играю. To my character. Yeah, I don't know. Well, I hope I'm not that close to my character. I'd hate him. Okay? That's why... Это признание. I'd hate him. Я бы его ненавидел вообще-то. Я надеюсь, что я не такой, как он. I'd hate him. Я бы ненавидел его. Okay. I used to hate everybody like Cedric in my school. I used to hate. Я раньше ненавидел. I used to hate everybody, всех, like Cedric. То есть, я раньше вообще-то всех таких, как Cedric, вообще терпеть не мог. In my school. В моей школе. That's why I hate that. They made me style my hair. Like they made me. И они made me. Заставили меня. Style my hair. Style one's hair. Это сделать кому-то прическу. То есть, уложить волосы каким-то образом. Давайте вот это запишем. To style one's hair. Это укладывать волосы. They made me. Они заставили меня. Style my hair. Уложить мои волосы. Like. Как. Like Cedric. Like Cedric. Как Cedric. In this interview. В этом интервью. То есть, попросили его волосы сделать, как у Cedric. Он такой, я им ненавижу. No, I don't care. No, I don't care. Меня не волнует. Мне все равно. I don't care. Давайте теперь пересмотрим этот кусочек. Yeah, I don't know. Yeah, I sort of. Yeah, I don't know. Well, I hope I'm not that close to my character. I'd hate him. Like, I used to hate everybody like Cedric in my school. And that's why I hate that. They made me style my hair like Cedric in this interview. No, I don't care. У него такой смех просто. Замечательный. А мы начинаем работать с нашими словами, чтобы потом пересмотреть все с самого начала и все понять. Какие у нас были слова? Первое было слово arrogant. И значило оно высокомерный, надменный. Вот как этот вот утенок. И как раз надменные люди делают губы, как у уток. Такие ассоциации. Arrogant это высокомерный, надменный. И пример будет she's first in her class. Она первая в своем классе, то есть лучше всех. But she's not arrogant about it. Но она not arrogant. Не высокомерная по этому поводу. То есть она не ведет себя высокомерно about it. По поводу этого. To feel at ease with. Чувствовать себя комфортно, либо налегке с чем-то. То есть когда тебя это не волнует. Как здесь вот мужчинка на полном комфорте. At ease with. И пример будет why do I feel so at ease with you? Почему же я чувствую so at ease? Настолько налегке с тобой. Почему мне так с тобой легко, свободно? Confident. Это уверенный в себе. Вот как этот котенок, который верит в зеркале льва. I feel quite confident about the future. I feel. Я чувствую quite confident. Довольно-таки уверенным в себя. Чувствую. About the future. По поводу будущего. Выделим слово confident. Уверенный. И слово confidence не будем уже пример брать. Просто запомните, что это уверенность уже как существительная. Inexperienced. Это неопытный. Помним, как младенец неопытный. Потому что experience, опыт. Inexperienced, неопытный. I'm still young and inexperienced in such matters. Прям как там говорит Седрик. Или Роберт. Или Седрик. Или Роберт. Как мне его называть? I'm still young. Я все еще молодой. And inexperienced и неопытный in such matters. В таких вопросах слово inexperienced выделяем, запоминаем. Pointless. Это бессмысленный, как стул, на который невозможно сесть. It's amazing how pointless and terrible your examples are. It's amazing. Это удивительно. How pointless. Насколько бессмысленными and terrible и ужасными your examples are. Твои примеры есть. То есть, насколько у тебя ужасные примеры. Well-rounded. Это разносторонний. Как отесанный уже, не отесанный. Угловатый, а отесанный уже кругловатый. Rounded. Так, здесь выделять не надо. Obviously. Очевидно. Как один плюс один, два. Это obvious. Кстати, да. Вот obvious это очевидный. Какой obviously? Это уже очевидно. Obviously. A well-rounded person needs more than just literature and math. Obviously. Очевидно. Выделяем. A well-rounded person. Разносторонний человек. Needs more. Нуждается в большем. Than. Чем. Just literature, просто литература and math. И математика. То есть, это больше, чем вот это вот. To make up. Это что-то выдумать. И пример. When you're the boss, you can make up your own rules. When you're the boss. Когда ты boss, you can make up. Ты можешь придумывать your own rules. Свои собственные правила. Make up. Выделяем. Придумывать. Darts. Это дартс. Одинаково звучит. She likes playing darts when she's angry with her boyfriend. She likes. Ей нравится playing darts. Играть в дартс. When she's angry. Когда она злится. Мы говорим злиться на, а здесь злится с. When she's angry with her boyfriend. Когда она злится на своего парня. И выделяем слово darts. To style one's hair. Укладывать волосы. Ничего такая у него расческа. Укладывает волосы. They made me style my hair like Cedric. They made me. Они заставили меня style my hair. Вот выделим. Style my hair. Уложить мои волосы like Cedric. Прям как Cedric. Карточки эти мы сохраняем. И вы можете их скачать по ссылке в описании, чтобы потом самому уже с ними поработать. Все запомнить, все выучить и быть молодцом. А мы пересматриваем все с самого начала, уже без субтитров. И пытаемся расслышать все, что нам говорит Роберт. И. 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 ине. confidence helped a lot with getting the part and so yeah I kind of I just really wanted to do it really well because I'm still young and everything and relatively inexperienced actor and because there were so many famous actors in it so I was just concentrating a lot and I put quite a lot of work into it at the beginning so I kind of ignored all my nerves just by just sitting looking at the script and reading the book like ten times all the time which was probably pointless well no I mean let's talk about that because here you are I mean just reading a little bit about you you're a pretty well rounded guy you like music you like sports you're you know obviously did well in school I'm sure now you're playing this guy who is pretty well like you I think I think I made most of it up like I think yeah especially like for the audition like I was like so do you do a lot of sport like yeah like sort of I do a lot of pool like darts play cards it works but yeah I don't know yeah I sort of yeah I don't know well I hope I'm not that close to my character I'd hate him I used to hate everybody like Cedric in my school and that's why I hate they made me style my hair like Cedric in this interview I don't know I don't know I don't know Продолжение следует...